Кто сюда ходит? А кто сюда ходит, тот мы. Ух, нифига себе! Это дизель тех времен, да? Бункер Сталина на случай падения Москвы в 1941 году. В официальных документах значится как объект номер один. Сооружение глубиной 37 метров, способное выдержать самую мощную бомбу того времени было рассекречено в начале 90-х, но по сей день хранит в себе множество загадок и тайн. Куда ведут потайные двери из кабинета главнокомандующего? Как удавалось скрывать бомбоубежище 50 лет? Кто занимался строительством сверхсекретного объекта и что с ними сделали после завершения работ? Попробуем разобраться. Всем привет, с вами Кот и мы отправляемся в бункер Сталина. У меня в руках папка с секретными документами, которые я собираюсь показать вам. Если бы я попробовал провернуть что-то подобное в 41-м, 45-м или в любом последующем году вплоть до 90-го, то в лучшем случае меня бы просто посадили, а перед этим долго пытали в подвалах Лубянки. Но, скорее всего, расстрелять. Однако сейчас эти документы рассекречены, поэтому приступим. 15 октября 1941 года выходит постановление номер 801 СС, что означает «совершенно секретно». Согласно этому постановлению, столица СССР эвакуируется из Москвы в город Куйбышев, ныне Самара. Место выбрано совершенно не случайно. Благодаря его географическому положению около Волги он практически недосягаем для фашистской Германии. 22 октября, то есть уже меньше, чем через неделю, выходит приказ, согласно которому необходимо начать проектирование бомбы и газоубежища глубиной заложения не менее 25 метров, которая способна выдержать прямое попадание самой мощной на то время бомбы ФАП-2000. При этом на проектирование отведено всего три дня. А я смотрю, ничего проектировщиков не поменялось за 80 лет, да? Что тогда надо было за три дня сделать, что сейчас сроки вчера. Спустя три дня это значит, что уже 25 числа нужно было приступить к строительству объекта номер один. Ну а нам незамедлительно прыгать в машину и отправляться в Самару 1300 километров для того, чтобы показать вам это грандиозное сооружение. Заброшенные места встречаются везде, но найти по-настоящему годные и хорошо сохранившиеся объекты намного сложнее. Для этого нам приходится путешествовать не только по нашей области, но и по всей России. Поэтому для меня важно, чтобы машина была всегда на готове. И, конечно, я доверяю ее только профессионалам из фит-сервис. Тем более, что они предлагают бесплатную диагностику автомобиля по 63 параметрам и дают диагностическую карту, в которой отражены все проблемы. Если пункт красный, то лучше не откладывать ремонт. Желтый еще походит, но стоит планировать замену. Но в случае длительного путешествия я предпочитаю не откладывать. Не хочу встать где-нибудь на трассе между Москвой и Самарой. Тем более, что занимает это всего лишь один час. Зато сколько экономит времени после. Я уже не говорю про силы, нервы и, конечно же, деньги. Но даже этот час вам не придется скучать. Вы можете поиграть в приставку, выпить бесплатного кофе. Особо недоверчивые и подозрительные товарищи могут наблюдать за процессом работы прямо на экране. А еще у фит-сервис есть свое мобильное приложение, в котором можно отслеживать полную историю отслуживания своего авто, копить баллы и оплачивать услуги кэшбэком. И лично для меня самое главное, что в фит-сервис работают настоящие профессионалы. Они регулярно проходят повышение квалификации и раз в квартал подтверждают свои навыки. У фит-сервиса уже более 300 станций по России и Казахстану. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на бесплатную диагностику ближайший фит-сервис, как это сделал я. Ну что, друзья, бункер Сталина. Город Куйбышев, он же нынче Самара. Такой вот вход. Вот эта пристройка была построена в 90-м году. До этого момента ее здесь не было и весь вход в бункер представлял из себя маленькую-маленькую неприметную дверцу, которая была вот в этом вот оголовке. То есть, вот эта вот штука вся. Это, конечно, не цельный бетонный оголовок, а просто постройка, в отличие от какого-нибудь бункера 42 на Таганке, например. И вот там, получается, с той стороны. Сейчас зайдем, я покажу. Располагается та самая маленькая дверца, через которую можно было попасть в бункер. Бункер находился не под этим зданием, как думают многие, хотя оно такое бетонное, массивное, кажется, неприбиваемое. Бункер находился во дворе. Ну, находился, он и сейчас там находится. Вот под этой парковкой. Ну, кстати, веншахты такие вообще беспалевные просто. Вроде бы дом и дом. Такая фигак, трубища. Это вот как раз из бункера. При входе нас встречает схематичное изображение бункера, а вот та самая дверца, за которой виднеется КПП, на котором сидел дежурный сотрудник НКВД. Смотрите, дверца с тех времен. Прям такая сталинская. Это уж какие-то технические помещения. Но нас больше, конечно, интересует, что там внизу. Ну, к сожалению, нельзя сказать, что по этим ступенькам ходил сам Сталин. Но этот бункер строился именно для него. Почему он никогда не ходил по этой лестнице, я расскажу вам позже. А мы тем временем спустились в самый низ первого ствола, ведущего непосредственно в самоубежище. Довольно легко крутится. Открывается, закрывается. Так выглядит первый спуск. Довольно небольшой ствол. В бункере 703 он сильно глубже располагается. Кто не смотрел, ссылка в описании. Сейчас вот подсказочка выплазит. Ну, а тоже довольно красиво. Вот лифт. Рядом лестница. Тюбинги. Ну-ка, где-нибудь, хотя бы на каком-нибудь год-то будет указано. N, N, N. Нет, не видно. Но, в целом, они все плюс-минус пару лет от строительства самого бункера. Как я уже говорил, его глубина составляет около 37 метров. А это, на минуточку, высота современного 12-этажного дома. Только представьте себе, 12-этажный дом под землей. Для сравнения, глубина бомбоубежища, сооруженного для Гитлера в Берлине, составляла всего лишь 16 метров. А построенные для Черчилля и Рузвельта бункеры располагались на глубине менее 10 метров. И на фоне нашего объекта были просто укрепленными подвалами. Есть версия, что местность и особенность пород просто не позволяла сделать бункер менее глубоким. Но официальных данных по этому вопросу нам найти не удалось. Официальных документов вообще не так уж и много. Всякие интервью, газеты, журналы, книги – этого всего в избытке. Но насколько этим источникам можно доверять? Как говорится, выводы будем делать сами. К слову, командный пункт в Куйбышеве был не единственным. Также было развернуто строительство укрытий в городах Ярославль, Горький, Казань, Яновск, Сталинград и Саратов. Перекопали полстраны. Только в Самаре на данный момент известно о пяти бомбоубежищах, построенных в начале войны. Жаль, не все из них сохранились до наших дней. Бунтер Сталина в Куйбышеве, а точнее в Самаре, сейчас принадлежит МЧС России и доступен для просмотра всем желающим. Но не спешите выключать видео, мы с вами заглянем туда, где посетителям не место. Хотя, по моему мнению, это уже давно стоит включить в экскурсионную программу. Мы вот свою, например, включили. Мы прошли по небольшому коридору вглубь бункера, и там нас встретили гермодвери. По современным меркам они выглядят не очень внушительно, но на тот момент еще не было ядерного оружия, и они могли выдержать ударную волну от любой бомбы тех времен. Вот за эти петли на стене они притягивались вот этими замками на самих дверях, и тем самым обеспечивали герметичность в случае газовой атаки. А также могли выдержать нагрузку от взрыва до 10 тонн на квадратный метр. Ну и, собственно, вот здесь вот дальше у нас спуск непосредственно в самоубежище. Но пока, пока мы не пойдем туда, мы пойдем вот сюда. А экскурсия сюда не ходит. Экскурсия сюда не ходит. Кто сюда ходит, а кто сюда ходит, тот мы. Ух, нифига себе! Это дизель с тех времен, да? Генератор. Вот он реально. Вот он еще помнит те времена. Вот смотри. Сделано в СССР. Тридцать седьмой год. По-моему, тридцать седьмой или тридцать шестой. Тридцать седьмой, наверное. О, они все должны светиться в темноте. Радиатор здесь какой-то. Для обслуживания фильтра он валяется. Но, судя по всему, он уже не рабочий. Он немножко порос паутинкой и подржавел. Ну, вот так вот выглядел бы он, если бы здесь не было реставрации. Время его не особо-то и пощадило бы. Тоже две мощные двери. Так, а там у нас, видимо, шахта. А что это за шахта? Это второй оголовок, наверное, здесь. Да, вот, смотри. Это как в бункере Сталина. Народ, если кто не смотрел, что видосы из бункера Сталина об усадьбе липки Алексеевская, сейчас вот подсказочка выползет, и ссылка будет в описании. Вот там тоже так же сделано. Кстати, реально похожая же вот верхняя часть. Вон там основной оголовок входа, где мы спускались. А здесь вот проходим насквозь и такой технический подъем. Вон. А там что? Там у нас... А, там это емкость с соляркой в отдельном помещении, чтобы, если бубануло, то не все загорелось. Вот так вот. А ведерки, видимо, капают свет? А ведерки, видимо, капают, потому что там, я вижу, досками все заложили. Там такой, типа, выход от корового оголовка. За ним я сего не видно. но света не видно там просто какие-то коммуникации и причем он выходит еще выше туда дальше дальше бункер расположен под зданием современной академии культуры и искусства в котором ранее располагался куйбышевский областной комитет кпсс стройка длилась с февраля по октябрь 1942 года хотя в первом постановлении было указано закончить строительство уже в январе 42 года профукали все дедлайны я же говорю за 80 лет проектирование вообще ничего не поменялось но возвести такой грандиозный объект за 8 месяцев да даже за 9 или за 10 это уже невероятно а за 3 так просто нереально я уже не говорю о том что при строительстве соблюдался режим строжайшей секретности и тотального контроля и вот тут мы подходим к первому спорному вопросу кто же построил такой уникальный самый глубокий на тот момент в мире бункер самая популярная версия заключенные еще в 1943 году на страницах власовской газеты заря появляется статья публициста михаила тихомирова заря на минуточку это антисоветская газета этакие оппозиционеры того времени якобы с июля 1941 года по январь 42 велось строительство бомба-газоубежища для сталина всего на стройке было задействовано 10 тысяч заключенных которым по окончанию пообещали освобождение но всех их просто уничтожили косвенно этот факт подтверждает это что количество заключенных резко уменьшилось в период 42 43 годов с 80000 до 30 вот только речь в данной статье идет о бункере жукова и сейчас это достоверно известный факт дизельный второй ствол мы посмотрели пройти так таки вниз посмотреть что там сам бункер погнали рабочая комната лифт но в этих помещениях сидели помощники члены правительства на данный момент в этих помещениях представлена экспозиция музея с историческими документами и плакатами связанными с историей великой отечественной войны города куйбышев и самого бункера сталина там стали должен был должен был сидеть на первом и именно на первом этаже располагается его кабинет и все рабочее пространство но условия здесь были весьма спартанские надо сказать случай если это убежище закрывалась и уходил в автоном твари такие истины торчат вниз 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 нормально закрыто нужен инструмент это плохо шатать плохо тем более действующий тем более действующий бункер ай-яй-яй в 2008 году выходит статья в московском комсомольце о стенографисте николай иванове мужчина рассказывает трогательную историю о том как хранил тайну всю свою жизнь но почувствовал что конец его близок и решил открыть миру правду он также утверждает что заключенные принимали участие в строительстве сверх секретных объектов и вообще много чего утверждает своей статье вот только судя по всему речь идет про какой-то другой объект может дедуля решил хайпануть на старости лет а может просто перепутал чё-то а может и вовсе не было никакого николая иванова потому что его слова идут в разрез достоверными фактами я когда читал его интервью предварительно изучив все рассекреченные документы у меня в голове постоянно крутилась одна и та же мысль не состыковочка по моему вообще наш народ да и не только наша в принципе народ с большим удовольствием подхватывает и разносит всякие кровопролитные версии но давайте заглянем в тени многие документы с которых уже снят гриф секретности в постановлении номер 826 говорится возложить строительство убежища на метрострой нкпс а также приказано выделить 800 вагонов для переброса рабочих метростроя из москвы и необходимого оборудования из других архивных документов известно что более 1000 рабочих угольной промышленности командировались расположение метростроя на все время строительства секретных объектов каждый из участников давал пожизненную подписку а не разглашение и товарищ иванов действительно не соврал директор музея в своем интервью также высказывает мнение о том что никто бы не доверил объект такой важности заключенным и почему-то я с ним согласен а вы еще вспоминал как начале 90-х на открытие музея приезжал метрострой им конечно же задали самый интригующий вопрос как они это сделали но даже спустя столько лет никто не раскрыл тайну вот это я понимаю слова пацана ну а теперь я уберу все эти документы в надежное место и совершенно случайно расскажу вам про свой новый рюкзак компания xd дизайна известная своими городскими эргономичными рюкзаками bobby выпустила новинку рюкзак bobby explore мне нравится что он подходит и для поездок по городу и для путешествий за счет хитрой системы молнии можно увеличить объем с 27 литров до 30 туда точно влезет все необходимое bobby explore сделал из водоотталкивающей ткани с дополнительной влагозащитой на молниях можно не беспокоиться за ценные вещи в непогоду а собачки скрепляются магнитом и прячутся в рюкзак ничего лишнего рюкзак большой но при этом не выглядит громоздким внутри много разных отделений можно положить ноут здесь у меня фонари и вот специальный карабин для ключей в общем у каждой вещи будет свое место даже мягкое отделение для очков предусмотрели по бокам есть два кармана с резинками для воды или термоса с чаем еще одна прикольная фишка дополнительное внешнее отделение и обычно кладут туда грязные перчатки после полазок но можно убрать мокрый зонт или обувь она достаточно большое компания xd дизайн идет в ногу со временем в их рюкзаках есть карман защиты от дистанционного считывания и жизненно необходимый всем внешний юсб порт для зарядки гаджетов удобно расположен со спины и телефон остается всегда под рукой благодаря мягкой спинке широким лямкам и стяжки на груди его комфортно носить даже полностью заполненным все очень просто регулируется по моему промокоду злой в течение двух недель будет действовать скидка 25 процентов от последней цены сайта на все модели рюкзаков и сумок переходите по ссылке в описании и заказывайте оригинальные рюкзаки xd-дизайн по выгодной цене причем тут получается два лифта один в стволе потом проходит в бункер и второй уже в самом бункере я как бункер это убежище же это же не бункер такая дорожка ковровая красненькая но мы сейчас уже получается на этаже самого стали самый ближний лестницы ниже не значит это друж вызвать лифт и проверить не надо вот это зря это он он сейчас такой охранник перед кого вызвали обычный лифт как в пятиэтажке идем дальше этот бункер небольшой но построить его за такой промежуток времени пусть и с опозданием да еще и в годы войны это нечто те кто сделал это просто мастера своего дела доподлинно известно лишь несколько имен принимавших участие в строительстве объекта номер один главный инженер проекта островский главный архитектор зеленин зеленин начальник геомаркшейдерских работ я понятия не имею что это за сложное слово наверное это очень важные работы дробинин по своей конструкции бункер копирует станцию метро аэропорт почему спросите вы а я как проектировщик вам отвечу когда тебе дают задание спроектировать то что до тебя никто и никогда не делал а сроки у тебя как обычно вчера ты будешь идти по пути наименьшего сопротивления возьмешь готовые наработки того что максимально похоже на то что тебе нужно сделать а что больше все похоже на подземное убежище правильно метро тем более что и проектировали его метростроевцы что в принципе логично один из последних сданных объектов была как раз станция метро аэропорт видимо ее проект больше всего подходил под тезе с минимальным количеством переделок поэтому даже внутреннее убранство станции бункера имеет некоторое сходство вот бункер сталина а вот станция метро как говорится найдите 10 отличий ну тут такие прожектор а телефоны бутафорские как можно было 80 лет назад построить 12-этажный дом под землей и сохранить это в секрете практически в центре города вокруг живут люди и они не слепые ну разве что им отрезали языки или выкололи глаза или того хуже расстрелять оставим кровожадные версии для ран тв и обратимся к фактам первое на что хочется обратить внимание с 10 ноября 1941 года в городе куйбышев был введен режим регулярной свето-шумомаскировки после 18 часов нельзя было включать свет ходить с фонарем по улице а на автомобилях использовали специальные щелевые фары вот такие а нарушителям грозил уголовная ответственность по законам военного времени например в москве за нарушение свето-шумомаскировки в сорок первом году некоторые уезжали валить лес на 10 лет таким образом полная темнота вполне себе могла скрыть весь масштаб работ самая распространенная версия гласит что тысячи заключенных рыли котлован под покровом ночи знаете что любопытно посмотрите на старые фотоснимки летние фото от 1942 года напомню строительство бункера вовсю идет объект был сдан только 1 ноября обратите внимание на специфический ракурс и обрезку левого края фотографии совпадение не думаю а вот фотографии уже 1955 года на ней при желании можно рассмотреть исполкомовский двор и ворота ведущие в него однако и тут случайно или нет никаких наземных сооружений бункера не просматривается так был там котлован или нет я считаю что нет не будем забывать что идет война немецкие самолеты разведчики и было бы максимально глупо рыть котлован вместе откуда по плану должен руководить войной верховный главнокомандующий да и как его скрыть от местных мирных жителей в ведомости о необходимом оборудовании мы видим что на один объект требуется один километр узкоколейных рельсов вагонетки 4000 кубов леса 60 машин zip 5 взрывчатка и многое-многое другое кому интересен подробный перечень документы выложу своем телеграм-канале то есть вагонетки и рельсы нам как бы намекают что скорее всего на земле работы велись не там где под землей этому же свидетельствует интервью бориса титалина который вспоминает что в его детстве которая как раз приходилось на нужный нам период под драматическим театром было сделано два бетонированных выхода с мощными дверями оттуда вывозили грунт и говорили что строят бомбоубежище и видимо действительно строили вот только не под драм театром в одной из книг про сталина пишут строители практически не покидали объект работали в две смены питались в построенной здесь же столовой а ночевали в общежитии во дворе обкома или прямо на стройке под землей еще один любопытный факт который удалось найти среди рассекреченных документов наверняка у многих из вас возник вопрос сколько же стоило строительство объекта номер один вообще среди всех этих документов есть приказ в котором говорится что главную стройку страны нужно снабжать любыми средствами без каких-либо смет или проектов чтобы избежать бюрократических проволочек однако согласно докладной записки о ходе работ по строительству спецобъектов метростроя в городе куйбышеве на 15 января 1942 года стоимость объекта равнялась восемь с половиной миллионам рублей если перевести эту сумму на современные деньги с учетом инфляции то получается около полутора двух миллиардов рублей на 2023 год еще хочу вам показать любопытную карту это снимок с американского спутника шпиона сделанный в 1965 году если знать что искать а мы ищем вентиляционные шахты во дворе область полкома то их отлично видно но это шестьдесят пятый год а вот карта аэрофоторазведки люфтваффе от 41 года что там обозначено у немцев да ничего а на плане города от 42 года правильно под номером 116 нарисован стальной шлем и обозначена белый дом в котором по слухам размещался армейский штаб и никаких намеков на бункер то есть умеют наши скрывать секреты углу такой люк наверх интересно для чего причем тех времен заделал над кабинетом наклеечки уже современ хотя он где в 90 девяносто шестом году обслуживали последний раз тип вот это кабинет сталина его стол здесь он должен был работать но доподлинно не удалось найти подтверждений того что он здесь был то есть скорее всего он здесь не был но есть и кто сомневается гудка нет все сломал лампа кстати реально очень старая на вид такая 50 ксарей стоит прям тех времен лампа хотя и мне кажется сюда притащили уже потом диванчик с тех времен табличку поставишь садись интересно вот эти вот шесть дверей одна через который мы вошли реально смотри фальш дверь раз два тоже естественно не открывается он заделал третья фальша это тоже фальш ну чтоб типа жить наводить говоря наводить жуть я имею ввиду что в кабинетах сталина специально делали такие двери во время его правления вокруг него непрерывно строился культ его личности и в этом строительстве он и сам принимал участие по его личному распоряжению в его рабочем кабинете в кремле были установлены четыре фальшивые двери здесь этот трюк повторили когда министры приходили на доклад к сталину их заводили в пустой кабинет и просили ожидать сталин находился за одной из четырех дверей и выдерживал паузу которая наводила страх на докладчика не знавшего откуда появится правитель по задумке эта мера психологически давила на министров дело их более откровенными подконтрольными и прибавляла очков авторитета самому сталину с краю от стола еще одна но это по моему как раз таки в нее можно ввести подводя итог с большой долей вероятности о строительстве бункера сталина глубиной 37 метров не знали даже жители близлежащих домов потому что строили его из-под земли как думаю это точно знает мост спецстрой но вряд ли нам расскажет 6 января 1943 года спецобъект номер один сдан в эксплуатацию к этому времени обстановка на фронте уже сменила направление и по официальным данным сталин так здесь никогда и не побывал хотя конечно есть легенды да во всей этой истории легенд больше чем фактов например что в кремле был двойник а сам сталин отсиживался под землей но я думаю вы и сами видите что здесь не сильно то комфортно оставаться на пмж что же случилось со строителями главного подземного сооружения исходя из всей добытой информации лично я глубоко убежден что никто из них не был расстрелян они разъехались по городам и спокойно продолжили выполнять свою работу рыть тоннели строить убежища прокладывать линии метро ведь в конце концов кто-то же построил метро 2 или не построил впрочем это уже совсем другая история с вами был код пока а